По историческим меркам это было недавно, и у многих свежи в памяти все перипетии тех дней. Но стороннего наблюдателя не покидало ощущение, что все тогда было понарошку, как будто репетиция какого-то неведомого парада. Утро 19 августа 1991 года выдалось безоблачным и спокойным. Понедельник, начало рабочей недели, но вдруг начался спектакль под музыку Чайковского. Почему было выбрано Лебединое озеро, до сих пор никто не может объяснить. Тут же начались строгие указы, угрозы и танки. Странный это был переворот. На улицах танки, а члены ГКЧП не могут внятно ответить ни на один вопрос. На саморазоблачительной пресс-конференции, после которой их рейтинг упал ниже плинтуса, им в лицо могли бросить вот такое пожелание. Уверены ли вы, а если уверены, то на чем основана ваша уверенность, что все реформы, которых сегодня мы все слышали, миллионы советских людей, они будут поддержаны народом. Ведь в противном случае вы окажетесь полководцем без армии. Однако на улицах города так не считали. Вот что вспоминают очевидцы и участники событий. Я, в общем-то, знал, какая ситуация уже в городе и в стране. Но когда я двигался по улице Остоженка, я уже понял, что все намного серьезнее, чем предполагалось. И сначала на улице Остоженка я увидел вооруженных людей, потом я увидел бродетехнику, ближе подъезжая к Кремлю. Сегодня известно, что от ГКЧП приказа о вводе войск в центр города не было. Но кто-то их туда погнал. Министр обороны, тоже член ГКЧП, наоборот, хотел вывезти танки из Москвы. Но ему мало кто подчинялся. Сейчас, наверное, вы, может быть, не сильно удивились, но тогда, в 91-м году, увидев танки, у меня было впечатление война. Вот просто одно слово – война. Я никогда не мог предположить, что это было начало развала Советского Союза. Вот если бы мне тогда сказали, я бы не поверил. Люди, наверное, все-таки не до конца осознавали, за что они бьются. Осознанно или нет, выходили люди на баррикады, но с энтузиазмом точно. Хотелось перемен. Каких? Представлялось смутно. Большинство людей поддерживало все-таки ту политику, которая была. И, ну, то есть, хотелось вроде как поучаствовать в процессе, чтобы была эта свобода, демократия и что-то еще. Но только вот с годами мы поняли, что это было не совсем то, как это нам преподносилось. Да, за что мы боролись, как нам это преподносилось. Нет, в 91-м году всем хотелось именно этого смутного призрака свободы. Захотелось не получить ее из чужих рук, а взять ее самим. И были уверены, что все это получилось. А ведь внешне это походило на своеобразный такой праздник непослушания. Трехдневный всесоюзный прогул школьников. Но в результате распад СССР. Крупнейшая геополитическая катастрофа 20-го века. Сегодня другой мир, другая страна. Что мы извлекли из августа 91-го? Наверное, вот это послание от президента. Кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца. Кто хочет восстановить его в прежнем виде, у того нет головы. Эти слова сказаны уже в наши дни. Поняли ли мы их? Если да, то наконец-то через 30 лет они дарят надежду. Сергей Берзин, Константин Химичев, Первый, Мытичинский.